Всем привет, я Марина, и сегодня, если вы хотите, то мы прогуляемся по моей даче вместе со мной. Я, возможно, выгляжу не очень, но я всё время так выгляжу на даче. Я без косметики, потому что я не люблю краситься. Когда я одна дома, и когда я на даче, я всё время ношу такой хвостик и домашние штаны. Сейчас я нахожусь на втором этаже своей дачи. И тут у меня такая комнатка, она как бы сделана для меня, чтобы я, когда приезжала, летом здесь жила. Но в этом году у нас очень холодное лето, и я не смогла тут ночевать, мне было очень холодно. Сегодня, наверное, первый или второй тёплый день за весь август, поэтому я сижу в футболке, да. А вообще, у нас прохладно. Значит, тут у нас находятся два очень классных кресла с натуральными шубами какого-то кавказского козла. Я даже не знаю, мне родители привезли эти шубы с Кавказа, у нас в Архангельске такие, наверное, не купить. Вот. И второе кресло в игре примерно так же. Здесь у нас находятся какие-то столики с фоторанками, что-то ещё. Вот и симпатичное окошко. О, здесь можно делать селфи. Неплохо. Полочка со всякими там сувенирами, с какими-то поделками. И рога. Мои родители хотят их куда-нибудь повесить. Эти рога раньше висели в нас в квартире, и я безумно их боялась. Я боялась их, наверное, лет до 20. Пока я не попросила мою маму их убрать. Тут кровати, на которых... Ой, это папина, кстати, Спартак чемпион. Кровати, на которых я, ну, как бы должна спать, когда я приезжаю сюда летом. Но, я говорю, этим летом сюда я практически не приезжала, у меня было очень... Вот, и тут вторая кровать. Что это такое? Это вид старинного Архангельска. Всё понятно. Давайте спустимся на первый этаж. О! Это комнатка моего отца. Он тут пытается собирать всякие рога, всякие трофеи, я не знаю даже, как это всё назвать. Ну, в общем, я спускаюсь. Тут очень страшная лестница, поэтому... Спускаюсь, спускаюсь аккуратно. И поюз, как бы, не... Ой, я не верну туда вниз. О! Я спустилась. Так. Тут первый этаж. Тут у нас, как бы, кухонка на даче. Печка. Которую папа имеет топить. Только папа, он её сам построил когда-то. Такой старинный шкаф. О! Привет! Я снимаю видео. Давай посмотрим в кадр вместе. Так. Ну, это всё было сделано по вкусу моей мамы. Сейчас я вам покажу себя маленькую. Ну, как маленькую. Мне тут... Мне тут, по-моему, 16 лет. Я в 11 классе. Но, если честно, я в 11 классе выглядела старше, чем я сейчас выгляжу. Так что, не удивляйтесь. Это действительно была я. Я красилась чёрной и загорала в солярии просто до состояния мулатки. Вот. Сейчас я вообще не заграю. Тут столик, где мы нажрали и, конечно же, ничего не убрали. О! Тут летняя кухня, но тут, правда, очень темно. Что-то такое. Клита круче, чем у нас дома стоит. Какая-то сенсорная. О! Я выхожу на улицу. Сегодня у нас, наверное, первый тёплый день за весь август. Как я уже сказала, да. Сейчас покажу парочку растений. Я очень люблю природу. И, не знаю, она меня всегда вдохновляет. Мне всегда хочется находиться рядом с природой. Не знаю, я могу просто часами фотографировать яблоки, цветы. И потом всё это выкладывать в Инстаграм. Не знаю, мне очень нравится. У нас в Архангельске растут яблоки. Посмотрите. Это действительно для нас чудо. Потому что яблоки в Архангельске практически не растут. И когда я приезжала даже в лагерь в Подмосковье и начинала объедать яблоки с деревьев, на меня все смотрели как на дикую. Говорили, Марина, ну что это? Это же просто яблоки. Я говорила, ну, представляете, яблоки растут. Ну, так. Так, дальше у нас тут растёт самородина. Я её всё объела, скажу вам честно. Я её в этом году даже не сохраняла никак. Я просто её объедала прям с куста. Не знаю, что у меня такое нашло. Тут у нас растёт крыжовник, и я его тоже объедаю прям с куста. Я его уже практически весь объела. За деревья с облепихой говорят, что одна из самых полезных в мире ягод. Но почему-то в этом году облепиха не дала нам ягод. Вот. Что это за ягоды, я не знаю. Вот это, наверное, это или рябина какая-то черноплодная или что-то такое. Надеюсь, что я не умру сейчас. Вот. Что это я тоже не знаю. Если вы знаете, то вы напишите. Это Калина или что-то такое? Сейчас попробую. Выглядит прикольно. Это очень невкусно было. Я не знаю, что это такое. Что это за дерево? Я тоже не знаю. Но, по-моему, это черемуха. Ой. И дальше у нас растёт огромное количество лиственниц. Если вы видите, вот так вот. Дальше у меня такая горочка небольшая. И по всей длине этой горочки у нас растут лиственницы. Ну, они, в принципе... Ой, они такие милые шишечки. Сейчас я вам покажу. Лиственницы, они, в принципе, нужны для того, чтобы огораживать наш участок от ветров. Вот у нас такой домик. И так он выглядит сзади. Вот здесь растут мини-кедры. Ну, как мини. Они пока что ещё маленькие. Потом они должны стать очень большими кедрами. Не знаю, когда. Это через 20. Что-то хоть ветер устал. Не знаю. Тут растёт гиполиз. Нет, это можжевельник. Селки с можжевельником. И ещё у нас растёт огромное количество цветов. Но, если честно, мне нужно было снимать это видео намного раньше. Так как сейчас уже почти все цветы отцвели. Но намного раньше я не могла снимать это видео. Потому что было очень холодно. У меня вообще не было настроения ничего снимать. Здесь растут какие-то очень милые цветочки. Они мне напоминают, не знаю, какую-то французскую гвоздику, которую я видела только на картиночках. Они очень милые, очень маленькие. Я вообще не любитель больших и пафосных цветов. Я люблю всё милое, всё маленькое, всё нежненькое. Вот такие вот цветы мне по душе. Эти бархатцы, что ли. Просто когда я была маленькая, одно лето я решила подзаработать денег. И я устроилась работать на такое предприятие Floor Design по озеленению нашего города. И я сама походила по городу и сажала цветочки. Как раз там должен был быть день города. И такие работники, как я, были очень нужны. Поэтому я знаю некоторые названия цветов. Тут растёт капуста, но в этом году из-за очень плохого лета она не выросла. И вся покрылась дырками. И, возможно, в этом году мы останемся зимой без капусты. А я как раз только-только её полюбила. Раньше я вообще её не любила. И меня заставляли просто насильно её есть. Типа полезно. Ещё один цветочки. Мне кажется, это... Ноготки? Не ноготки? Точно не могу сейчас сказать. Вот это лилии. Очень красиво. Недавно расцвели. И вот это мамины георгины. Она их вообще не даёт никому рвать. А они... Они сами уже такие немножечко завязшие. Стали... Неделю назад они были очень-очень красивые. Дальше там находятся у нас кабачки и клубника. Клубнику я уже всю объела. А кабачки ещё маленькие. Я, в принципе, люблю растения. Я люблю там всё собирать. Я не любитель фруктов зимой. Потому что я как-то чувствую химию в несезонных овощах и фруктах. А вот сезонные овощи и фрукты я просто обожаю. Я их ем прямо с грядки. И это у нас малина. Малину я тоже практически всю объела. Вот. Вот такой вот у нас участочек. И ещё самое прикольное. Правда, я вчера собрала. Поэтому, возможно, я вам сейчас ничего не покажу. В общем, у нас тут около... С передней стороны наш участок защищают берёзы. Если задние там были лиственницы, то здесь берёзы. И под берёзами у нас всегда растёт очень много грибов. Я просто фанат грибов. И я их собираю каждый день. Ещё не появилось ли там чего-нибудь новенького. А, в принципе, такой вот у нас участочек, такой домик. Так же выглядит с передней стороны. Солнце, я чуть вижу. Это... Я надеюсь, что вам было приятно посмотреть на летнюю природу севера. Спасибо всем большое за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok